Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Привет Ангела, с вами Народный Батюшка. Сейчас проехал мимо Чехачёва, повстречался с людьми из Чехачёва и уточнил, как же на самом деле всё это было. Оказывается, это та самая история, которую я ещё недели две или три, когда я там последний раз был, услышал, поскольку мне ребята рассказали, что сюда подсылают девиц всяких, они потом жалуются, а к нам опять приезжают следователи. Это было, ну вот, ещё ближе к лету. И оказывается, она там прожила-то всего несколько дней, побывала на разных послушаниях, видно, специально, чтобы посмотреть, где чего. Версии-то действительно вроде она с парнем приехала, но парень на самом деле сразу от неё отделился и больше никак. Но она там всех уверяла, что она журналист, что она подруга Ксении Собчак. Ксении Собчак. Ну и вот когда мне написали в комментарии об этом, там есть под роликом этот комментарий, мне стало интересно, и я уточнил. Да, действительно, вот всё это так было. И тогда получается, что вот если уж она подруга Ксении Собчак, то у неё и дух-то этой Ксении Собчак. А что Собчак делала все эти годы? Она, можно так сказать, унижала православие. Да, она вроде сделала вид, что венчаются они там и всё остальное, и денег дали, и священники какие-то согласились на это венчание. Но из него-то тоже цирк сделали. Тоже цирк сделали, и просто надсмехательство над циркой сделали. Поэтому у этой, естественно, такое же желание, наверное, было, как Ксении Собчак, как-то прославиться, то есть ухватить свою часть какого-то своего журналистского счастья. Ну и нашла, а чего бы нет. Тем более, что в зачёт сейчас это идёт хорошо. Хорошо, мы с вами видим, как расправляются с украинской сейчас православной церковью. И вы правильно кто-то пишете, что как-то очень странно совпало. Как-то странно совпало, да. Очень странно совпало. Причём как бы с одной и той же идеей, что там всех закроем, там всё это. Давайте и здесь будем всё это добивать. Но я сейчас не об этом. Бог ей, как говорится, судья. Чихачёвский так и говорит. Да, таких уже сколько было. И сами они потом ищут, как из этой беды выбраться, что они натворили. Та же Саша Бублик, которая предыдущую готовила. Чё с Сашей Бублик? Где Саша Бублик? Знает кто-нибудь про такую журналистку Сашу Бублик? Все закрыты её, как я видел, ресурсы. Куда делась Саша Бублик? Зато про чихачи гадостей наговорила. Вот. Поэтому здесь речь сейчас, конечно, не о них. А я хочу маленечко всё-таки вам уточнить, что такое Чихачёва. И я вам скажу так, что Чихачёва – это прививка от бешенства. Вот так бы я назвал. И что там происходит? Если вы посмотрите на те подвиги, можно так сказать, которые завещает нам Христос в Евангелии, то вы увидите, что это воздержание в еде, это воздержание во сне, то есть меньше спать нужно. Это воздержание в комфорте, я бы так сказал, в одежде, значит, в одержании. Это постоянный труд, то есть в разных ипостасях и так далее. Так вот, на самом деле Чихачёва, оно выстроено, как, можно так сказать, как не только лечебница для бешеных людей, те, кто с бесами туда приедет, там же бесов выгоняет, но это ещё и чистилище для самих бесов. Самих бесов, то есть у нас же установлено, что вы постом, молитвою, вот какими-то такими аскетическими подвигами, гоняйте их из себя. Помните, спрашивают, а чем же их выгнать, этих бесов? Постом и молитвою. Поэтому сделано условие, чтобы ты, перейдя вот в это состояние, где можешь лишить себя комфортной кровати, в которой валяешься полдня, лишить себя явств и, значит, всей этой трибутики, еды этой, страсти еды, чревоугодия и так далее, труд какой-то поделать. Ты таким образом не только находишь себя настоящего христианина, потому что, ну какой это настоящий христианин, если он пьёт, ест от пуза, спит на перинах там, не трудится ничего. Какой это настоящий христианин? Я вам могу рассказать один случай интересный. С одним человеком у меня был, правда, достаточно давненько, но уже вот такие были в Чихачёву. Не было ещё большой храм, только строился, а условия эти все уже были. Приезжает ко мне как-то очень состоятельный человек. Приезжает на новом ленд-ровере, такая машина тогда модная была, у него большая предприятие и говорит, свозьи меня в Чихачёву, у меня что-то не так. А не так у него следующее. Ведь вот когда в Москве появлялись такие фирмы, да ещё если вдруг какой-то немного верующий находился хозяин, то в эти фирмы всегда внедрялись некие евангелисты. И вот к нему в фирму внедрились эти евангелисты. Сначала один, потом другой. Они приходят, начинают рассказывать о том, что можно взять кредиты, что есть некая организация, которая помогает, и мы через неё можем всё это расширить. Но, как правило, всё это заканчивается достаточно плачевно. Во-первых, они всех своих сажают на эти должности, на руководящие в том числе, и подписывают бумаги после финансовые. Но ему подложили девушку. Это человеку в 40 лет очень листило в то время, что у него хорошие машины, и вот такая ещё и красивая девушка. И он ушёл из семьи. Трое детей, великолепный дом, жена хорошая, я её потом видел, мы с ней встречались. А он ушёл. И вот он в какой-то момент понял, что что-то с ним не так, и он приехал. А не так я вам скажу тогда уж всю правду, они его ещё и на наркотики подсадили. То есть начали ему эти же евангелисты одно подсовывать, другое. То есть у него явно наркомания появилась. И вот я его привёз в Чихачёво. Первое, что он сделал, а приехал с таким чемоданчиком, нагруженным пачками, это он на тарелку в храме, ещё в храме там всё были эти, положил пятитысячную пачку денег, полмиллиона, нераспечатанную. Ну там сразу анекдот произошёл. Там какая-то больненькая за этой тарелкой смотрела. И она схватила эту пачку в карман и побежала куда-то из храма. Ну мы подумали, что ладно, куда-то она, наверное, к батюшке побежала отдать. Заходит другая, знает меня, служительница, и говорит, что это вы ей сделали? Она выскочила из храма и бегом из Чихачей. Из Чихачёва. Мы говорим, вообще-то положили полмиллиона, а она схватила и побежала. Ой-ой-ой-ой. Они на машину, они её догнали. Нам сообщили, что мы вернули. Вот какие искушения там бывают. Мы-то, как говорится, ну я-то тут вообще ни при чём. Этот человек решил так войти в Чихачёва. Пришли к батюшке. Идея была такая, что он даст несколько советов, там скажет живьё отца Михаила. Мы так часто наркоманов распределяли. То есть из тех, которые нас жили, больше половины к нему приезжали, и он отправлял их ко мне жить. А каких-то оставлял у себя. Так вот, он ему и говорит, оставайся, будешь здесь жить. И тот остался. Остался. Значит, в блестящем костюмчике. Мы уехали с водителем на ленд-роллере ко мне. На следующий день он звонит. Отец Михаил, приедьте. Я думаю, ну всё, забирать его приедем. Приезжаем. Ему выделили в старом храмике значит, подстилку. И он показывает, вот я на этой подстилке всю ночь ворочался в костюмчике-то в этом. Купите мне. И значит, говорит, что ну купили ему не кровать, конечно. Была идея, что может тебе кровать купить. Нет. Купили ему новую подстилку, новую, значит, бельё там. И всё остальное. И остался. И остался. Через три дня он звонит и говорит, отец Михаил, я здесь умру. Я говорю, ну что, приехать, забрать, что ли, тебя? Давайте, наверное, надо меня забрать. Я говорю, ну ты сходи к отцу. И она некий. Спроси, отпускает он тебя или нет. Хорошо, вы приезжайте. А я спрошу. Приезжаем? Он ему говорит, нет. Ещё живи. Ещё живи. В общем, через неделю мы к нему приехали. Он сидел, щипал сорняки на огороде. Ну ты как? Да вроде ничего. Я как-то оклемался. Сплю теперь, говорит, как убитый. Я, говорит, дома уже несколько месяцев не спал. Всё время какая-то проблема. А тут как убитый. Ну, в общем, чего, поедешь, не поедешь? Нет, не отпускают. Он прожил там две недели. Через две недели ему сказали, ну теперь езжай. Мы к нему приехали. А он говорит, как мне не хочется. Как мне не хочется. Мне здесь так хорошо. Мне здесь так спокойно. Всё. Он научился есть из этих все три блюда из одной тарелки. Ему это нравилось, потому что это его тарелка. Он научился спать на этой подстилке. У неё даже своё место. Он даже, когда уходил, оставлял это место. Вот я дарю, какого-то специально привёл. это твоё будет место. Вот. То есть, и что он сделал? Он приехал в Москву, продал весь бизнес. Значит, свой дом выкупил там. За этот дом доплатил кредит. И остался в семье. И всё. Он... Всё, я не буду больше никаких больших бизнесов. Что, я его спрашиваю, ты там узнал? Он говорит, я узнал, что я могу. Оказывается, я могу без этого жратвы, которые постоянно в ресторанах где-то и в каких-то этих... Оказывается, я могу без дубовой кровати. Модно тогда было дубовые кровати сделать. Оказывается, я могу без этой суеты вот этих людей каких-то и всё такое. То есть, тихо, спокойно верить. И что? А он прошёл вот эти все, как говорится, аскетические испытания, которые Господь и оставлял. Из него бесы-то выскочили. Не только потому, что читали там литургию, и он участвовал в литургии, и отец, и он аноники читал молитвы о здравии и отчитки делал молитвами Петра могилы вот этих бесов. Бесы-то выскочили, потому что они тоже не любят, когда люди спят на полу, когда люди едят то, что дадут, они же всё время заставляют нас комфорта искать. Вот ещё комфортней, вот ещё комфортней. Поэтому те, кто там проживают, вот они и пишут, что чего вы делаете, нам здесь хорошо, почему вы нас, вот ей не нравится это, куда-то мы зашли, да, скрипим, и нигде дальше прохода нет. Давай возвращаться на свою дорожку, а то мы тут, опять мы в этой красоте гуляем, созерцаем. я вам сколько раз говорил, что созерцание это молитва. Так вот, когда ты проходишь эти аскетические подвиги, то бесы сами выскакивают, там их гнать не надо. Когда они видят, что ты становишься сильным, когда они видят, что у тебя есть воля, и когда ты начинаешь понимать, что ты с Богом можешь все, а ведь на чем ловит бесы-то, на том, что ты не можешь, ты не можешь без этой еды сытной и витаминной и в ресторанной, ты не можешь без этого большущего дома, который ты построил, ведь на этом они все время ловят нас и заставляют им служить. Так вот, Чихачева поэтому и есть прививка от бешенства, поскольку ты начинаешь осознавать, как не только их не получить, живя в аскетической обстановке, но и как их выгнать, как их выгнать. Это же не шутка, все эти возможности, которые нам рекомендуют святые отцы по нашему скромному быту. Поэтому, дорогие мои, я понимаю, что кого-то очень сильно все это не устраивает, не только потому, что там отец Иоанноники служит, а потому, что это образ настоящего христианского жития, который предлагает вот такое существование в таком скромном состоянии. А ведь это беда для всех торговцев. Если вдруг мы начнем жить скромно, отказываться от их услуг, то куда им деваться всем этим торговцам? Они же должны на нас зарабатывать, и поэтому они нам и все и внушают, и внушают. Так вот, если бы вся церковь жила таким примером, а не думала и не пыталась показать, что богатая жизнь, истинно христианская жизнь. Я встретил как-то храм, где, грубо говоря, оценивали веру, потому, на какой машине приезжает верующая там женщины все соревновались, какие у них Мерседесы и какие у них это. Вот, мне стыдно, мне одна знакомая говорила, ездить на своей Рафике, это она мужу уговорила другую машину купить. Вот ведь до чего мы дошли. И вот эта вся идея, которую в том числе и отец Всеволод Чаплин когда-то озвучивал, что церковь должна быть богатой, потому что таким образом видно, как Господь о ней заботится. Ну, это же все ерунда. Ерунда. Церковь должна быть духовно богатая. Люди в ней должны быть волей сильные. Такой волей, которую сломить нельзя ни с паньем на полу, ни едой из одной миски. Вот такой мой разговор. Так что я вас очень благодарю за то, что вы поддерживаете отца и аноники очень много комментариев написали те, кто не может к нему сейчас приехать. Но все комментарии ваши читают. Жалко, что там сейчас имена непонятны. Значит, раньше было понятно, кто пишет, что вы сейчас хотя бы подписывайтесь, что я такая-то оттуда-то. Батюшке поклон. И прочитают, и я думаю, ему передадут то, что вы хотите. Вот так. Будем следить дальше за ситуацией, но пока я вам так скажу, там все спокойно. Они как говорят, да ладно, мы уж знали, что это будет. Она же написала заявление. Следственные приезжали, следственные тоже говорят, ну вот что нас заставляет это делать? Тоже уже за Чихачева на самом деле следственные это органы, но они тоже люди подчиненные. Все, здоровья вам всем, радости, аминь. и здоровья. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...